Всем привет! Меня зовут Андрей Яновский, я работаю дизайнером в дата-арте. И я расскажу про дизайн мобильного приложения на материал-дизайне. Пару слов обо мне. Я большой поклонник Apple и у меня нет Android-телефона. Все, можно уходить. Но после того, как я посмотрел Google.io, мне очень захотелось попробовать материал-дизайн, так сказать, в действии. А чтобы это попробовать, нужно, конечно, создать приложение или какую-то практическую работу, не только почитать спецификацию. Вот, собственно, этот товарищ Матиас Дуарте, он представил в июне материал-дизайн. Можете посмотреть. Айо, кто не смотрел, он сказал такую вещь, вот его слова. Это как раз про, так сказать, основная идея материал-дизайна. То есть у нас как бы есть флэт, но мы туда добавим еще тени, в отличие от Apple. И как бы, что их можно потрогать, вот эти материальные штуки. Вот, собственно, мое приложение, которое я буду сейчас рассказывать, называется Ticket Easy. Все мы любим ходить в кинотеатр, но я столкнулся, я тоже люблю ходить, и я столкнулся с такой проблемой, что я не могу купить билет на любой фильм в любой кинотеатр в городе. То есть у нас есть там приложение от Афиши, которое поддерживает там пару кинотеатров, есть приложение Киноход, которое поддерживает тоже там три кинотеатра, но такого глобального приложения у нас нет. И еще одна проблема в том, что у нас, то есть купить мы можем, но, допустим, в том же Спартаке нужно, вам присылают такой небольшой код, который вы сообщаете девушке на кассе, которая вам печатает билет, и потом вы с этим билетом проходите только в зал. То есть все это занимает время, а когда, допустим, вы там бежите, и у вас как бы есть уже билет, вам как бы нужно зайти, но надо все равно столкнуться с этой девушкой, отстоять очередь. Ну и меня это как бы немного напрягает, и я решил решить эту проблему. Для начала я проанализировал существующие решения. Они, правда, тут для айфона, но принцип тот же самый. То есть у нас есть приложение вот Афиши, Киноход и Фанданго. Это для американского рынка. Там свои небольшая специфика есть. То есть все приложения, в принципе, они показывают, ну и работают по одному принципу. Они показывают кинотеатры, небольшую информацию о кинотеатре, телефоны там, сеансы, естественно, стоимость. И некоторые предлагают там возможность выбора места. В американских, допустим, там выбрать место нельзя, оно каким-то магическим образом распределяется. А на нашем, на киноходе, допустим, можно тыкнуть в определенное место. Также можно посмотреть, допустим, трейлер про фильм и какую-то информацию почитать. Следующее, что я сделал, это я опросил всех своих знакомых о том, как они покупают, если они покупают билеты в кинотеатр и какая модель их поведения. И я выяснил две основные модели поведения. Первое – это то, что люди ходят в определенный кинотеатр, и им все равно, какой фильм идет, лишь бы он был новый. То есть, допустим, я хожу только в «Спартак», и я прихожу и выбираю, что сейчас идет, ну, как бы или на сайте. И вторая модель поведения – это когда людям все равно, куда идти, лишь бы на определенный фильм. То есть я хочу посмотреть «Хоббит», захожу на сайт, выбираю «Хоббит», мне показывают те кинотеатры, где он идет, сколько стоит, и я выбираю дальше уже, в какой кинотеатр я пойду. Собственно, после этих моих расспрашиваний друзей я составил такой юзерфлоу и приступил к вайрофреймингу. Не знаю, хорошо ли видно. Он у меня, ну, это одна из моих любимых частей. Это я делал на бумажке. То есть вы от руки начинаете придумывать, как будет выглядеть ваш дизайн. Причем чем шире ваша фантазия, чем больше вы там всяких гениальных идей придумываете, тем интереснее получается. И на этом этапе это все возможно, потому что как бы менять что-то уже в конечном дизайне или уже в продакшене, это уже большой геморрой. Собственно, после вайрофрейминга я перевел все то же самое в прототипы на Акшуре, сделал кликабельные прототипы и дал попробовать своим коллегам, ну, как бы попробовать заказать фильм, заказать билет. Некоторые, ну, это как бы такое предтестирование и помогает выявить, допустим, некоторые мои коллеги говорили, что у меня вот на предыдущем экране видно, что прежде чем пользоваться, нужно залогиниться. Но на самом деле, как бы зачем логиниться, нужно дать пользователю попробовать ваше приложение и потом уже перед покупкой, допустим, предлагать залогиниться. То есть я потом в итоговом дизайне убрал это на самый конечный шаг. И, собственно, сам процесс дизайна. Вот так выглядят главные экраны приложения. Здесь, собственно, два сценария взаимодействия показаны. Когда у нас есть список кинотеатров и когда у нас есть список фильмов по центру и еще куда же без промоушена, запихнул его в третью тапу. Дальше мы можем посмотреть это информационная страница о кинотеатре и о фильме. Тут floating button. Есть кинотеатр, можно добавить его favorite, чтобы он у вас выводился в самом начале. И в кинотеатре указаны все фильмы, которые сейчас идут. Можно проскролить вправо-лево в зависимости от таймлайна. Также на вот этом маленьком квадратике фильма указана цена. Не знаю, тут, наверное, на экране лучше будет видно. Цена и время начала. А в левом краю указан зал. Потому что многие любят смотреть, допустим, 3D, а многие, наоборот, ненавидят 3D и любят только 2D. А в правой стороне это страница фильма. Тут floating button сделана сама покупка фильма. Покупка из страницы кинотеатра при нажатии на определенное время. Дальше мы переходим к странице и расписанию для конкретного кинотеатра или для фильма. Здесь тоже все просто. Выбираем время и переходим на следующий шаг. Следующий шаг – это выбор места. Мы можем нажать на карту и выбрать конкретное место. Также можно после того, как мы выбрали, поменять тип билета. Допустим, в американских кинотеатрах там есть билеты для пожилых, они там со скидкой. Плюс там билеты, детские билеты тоже там со скидкой идут. Дальше сама покупка. Тут как раз и предлагается залогиниться и оплатить. Ну, все как бы тоже стандартно. И дальше вам выдается сам билет. Как бы на билете указана вся необходимая информация и QR-код для входа. Я как бы ради вот этого QR-кода это все и затевалось. Если кто был в ивент-холле, то знает, что там можно распечатать билет и никуда как бы идти не надо. По QR-коду охранники вас пропускают. Я когда был в Израиле, там действует такая же штука в кинотеатрах. На входе стоит мальчик со сканером штрих-кодов и также пропускают. То есть вам необходимо, чтобы попасть в кинозал, вам необходимо просто показать этот QR-код и вас пропустят. Дальше я составил это вот user flow. Тут вот линии не очень видно, на экране не видно. То есть куда вас кидает, на какую страницу при нажатии на кнопку. И вот у кого есть QR-ридер, можете посмотреть на кликабельный прототип. Я создал кликабельный прототип в InVision App. Там прям можно потыкать. Прям очень удобно всем советую. Вот. Считалось? Нет? Всем советую InVision App. Очень мощное приложение, очень простое, бесплатное. Первый проект. Плюс там за небольшие деньги другие проекты. Причем проекты можно регистрировать сколько угодно. Создали новый email, зарегали новый проект и дальше пошли. Вот. У меня-то где-то штук 5 уже. Вот. И плюс еще там всякие анимации поддерживают. Как будто вот прям на настоящем девайсе. Так. Работает? Круто. Вот. А дальше пошло тестирование. Я отправил вот эту вот ссылочку в питерский офис наш, где моя коллега подходила с телефоном, давала другим коллегам задания. Вот тут несколько заданий, 8 штук. Найти кино, найти рейтинг, найти, заказать билет на 7 часов. Ну, многие говорили, что вот рейтинг, мы не понимаем, что такое рейтинг. Там у меня рейтинг в виде такой красной помидорки. Это Rotten Tomatoes. Вот там на центральном красные помидорки и зеленые кляксы. Вот. У нас не очень популярен Rotten Tomatoes, а в американских, ну, в Америке очень там рейтинг, только туда и смотрят. Вот. То есть такие вот были комментарии. Многие еще не понимали, как выбрать дату, хотя дата вот там в самом верху выбирается. Вот. После тестирования там были кое-какие изменения и как бы все. И еще одна вещь. Представьте себе такую ситуацию. Вы уже купили ведро попкорна, в другой руке кола, и вам надо как-то протиснуться в зал, но вам надо показать билет. Вот. Ну, у вас есть, конечно, Android-часы, вот, которые отслеживают вашу геолокацию и там за несколько минут, ну, когда вы прибыли в кинотеатр, они вам показывают такой вот экранчик с описанием фильма, где он будет идти. Вот. У вас там одним свайпом вы переключаете это на QR-код, который вы показываете при входе, вас пропускают, и следующим свайпом вам часы показывают, сколько осталось до начала и ваши билеты. Вот. По-моему, очень удобно. Вот. В принципе, все. Вопросы у кого есть? У кого вопросы? Да, у вас вопрос про времени. А сколько у тебя заняло все это действие от идеи до действительно прототипа? И, то есть, какие знания это тебе потребуют? То есть, если у меня вдруг возникнет какая-то гениальная идея, то есть, если могу ли я сразу приступить с работой на приложение, ну, используя InVision, что-то подобное. Ну, для того, чтобы сделать приложение, вот, в InVision, вам нужны именно сами дизайны. То есть, сколько у вас потребует времени нарисовать дизайн, это уже зависит от многих факторов. Вот. На это приложение у меня вот прям от идеи до прототипа ушел где-то месяц. Вот. Такой, не скажу, чтобы меня там сильно подгоняли, но я как бы знал, что мне надо сдать его. Вот. Рисовал я все в скетч, тогда Google еще не сделал темплейты для всех вот этих вот карточек, там, всех элементов. Вот. Были, по-моему, только для иллюстратора, вот, но я с ним не очень дружу, и я хотел нарисовать в скетче. Вот. Сейчас, по-моему, есть и в скетче, и в PSD, и в иллюстраторе, то есть, для любого дизайнера. Вот. Делается очень, там, довольно быстро. Главная, как бы, была идея и сама вот механику проработать и все. Валерий, вот, в принципе, для желания любое мобильное приложение можно было бы перерисовать под материал дизайнер. Но тогда вопрос такой, а для каких бы приложений материал дизайн скорее мешался бы, чем почтительный. Вот. Какой, допустим, и... То есть, логично то, что, да, гугланские закладки, они там, намного удобнее, чем другие, да, но, допустим, тоже люди в материале могут не так особо создать, как какие-нибудь аналоги на других стилях. То есть, как... Но сейчас... Какой вид приложений почтительнее для материал дизайна, а какой нет? То есть, для пользователей в принципе... Я понял вопрос. Ну, честно говоря, не знаю. Мне... Я вот смотрю на текущие редизайны, то есть, после вот этого представления материал дизайна все бросились делать, все дизайнеры бросились делать дизайны на материал дизайне. Вот. Весь дрибл был до сих пор пестрит этими редизайнами существующих приложений. Причем мне они все больше и больше нравятся. То есть, возможно, следующий телефон у меня будет как раз на андроиде. Вот. И, ну, я пока не знаю такой невыполнимой задачи, мне кажется, нет. То есть, все можно сделать. Лишь бы была фантазия. Спасибо за очень интересную лекцию. Вот, мне понравились первые ваши слова. Вступительные в то, что вы являетесь адептом этого. Я тоже на глубине души являюсь адептом. собственно, из этого следует вопрос. Как вы сказали, флэд и материал отличаются в основном тени. Как вы думаете, был ли опыт или будет ли в следующем пытаться протолкнуть веб-стор приложение с дизайном материал? Единственное, ну, там убрать кнопочку, ну, поставленную, которая на экране всегда сплядывает. Как вы думаете, с этим проблем у Apple не будет? Ну, так они уже сейчас есть дизайны на материал от Google, тот же самый Inbox, который заменяет Gmail с той же самой кнопочкой он идет. То есть, мне, кстати, очень нравится, как они выглядят на iPhone, причем у них такая же анимация, как и по гайдлайнам, то есть, можно посмотреть, как они там сделали. Вот. И, ну, мне кажется, тут никаких проблем не будет. И еще в итоге один вопрос по приложениям. Мне кажется, вот именно с точки зрения организации вы уже занимались, техническими вопросами, как вы предоставляете API от кинотеатров и от всего прожия. Мне кажется, именно из-за этого так мало у нас приложений для заказа билета в кино. То есть, организационные вопросы и продавать в кинотеатрах сложно будет. Ну, как бы, да, я соглашусь, что про API на самом деле я вообще не знаю, не в курсе. То есть, вот это приложение, это такой некий сферический конь в вакууме. И он был сделан, ну, потому что у меня на работе был перерыв между проектами и было свободное время. И чтобы не сидеть и там не изучать какие-то ненужные курсы по программированию, допустим, я решил, что было бы неплохо изучить по дизайну, тем более вот только представили. Спасибо. Привет, меня зовут Леша. У меня такой вопрос. Очень много всяких концептов приложений и, в общем-то, вот еще один. Но в сторах приложений с матеревым дизайном очень мало. Я, к примеру, знаю, наверное, сейчас целиком переделанное не Google, я имею в виду Telegram и частично переделали ВК и это только под 5-андроид. 5-андроид уже вышел, спеки уже, я так понимаю, получается, он полугода, а приложений нет. Почему? Ну, спеки-то полугод, полгода, а само Lollipop, сейчас называется, 5-0, который, вот, а ей сколько, по-моему, ну, совсем недавно вышло, вот, месяц. Ну, месяц. Вот, ну, то есть, мне кажется, плюс еще, как бы, специфика Google'а и Android, то, что на некоторые старые телефоны нельзя установить самую последнюю ось, поэтому, как бы, у них такой большой хвост, это не iOS, где они представили восьмую версию и через неделю уже 70% всех iPhone'ов, которые могли обновиться, уже обновились. Вот, мне кажется, это вот больше такая специфика Android'а. Но, мне кажется, чем, ну, почему так мало приложений? Потому что все думают, ну, пока работает и работает. Плюс, все видят эти графики, где Lollipop там занимает 20%, да, и все думают, ну, эти 20% еще подождут. Мне кажется, только из-за этого. Спасибо за вопрос. А у меня такой вопрос со стороны пользователя. В том числе, у этого QR-кода я смогу купить один билет и показать, или я смогу купить пачку билетов на Google и посмотреть вилительный за такую сануги? Ну, как бы, я не стал там делать все возможные кейсы и чтобы там можно было выбрать один билет, у тебя там появлялась одна картинка, выбрать два билета, появлялась другая картинка. То есть, можно сделать сколь угодно, то есть, это просто JPEG и связь между JPEG-ами и ты просто выделяешь область кнопки и говоришь ей при клике на вот эту кнопку перейти на другой JPEG и все. То есть, никакой там, никакого программирования вообще нет. И еще такой вопрос. А то сбиваются именно как приложение для андроида или как какое-то приложение, которое уже представило андроиде на андроиде? Ну, это был как бы такой чисто дизайнерский опыт и возможно приложение вообще никогда не будет. Вообще подразумевалось поезды под андроиде. А уже листировалось на вот это? И вот телефоны какие-нибудь в планшете? Ну, вы же можете вот запустить его и оно будет как бы работать из браузера. Ну, как бы. Как бы. Как бы. Вот. Ну, в принципе, работает на любом устройстве. на айфоне, на можете вообще с компьютера зайти даже. Вот. И также у вас там будет такой телефончик и можно мышкой потыкать. Пожалуйста. Какой вопрос с точки зрения разработки. Вот в инвижении проекта, как вы сказали, связанные между собой. А можно ли проекты как-то экспортировать и потом занести в среду разработки? Или придется достаточно поработать проделывать разработки? Ну, мне кажется, вот этот прототип, он создан для дизайнеров и для тех, кто, для клиентов. То есть, когда дизайнер приходит уже с готовым прототипом, хотя еще разработка вообще не начиналась, и показывает клиенту, вот, посмотрите, вот ваше будущее приложение. Причем приходит через месяц, после начала работы, или там две недели. и клиент смотрит на это и думает, вот это круто, гляньте, я уже тут могу и на хоббита купить, и то сделать, и все. Ему, ну, он охотнее выдает деньги, да, на следующую разработку. Для девелопера, прежде всего, ну, как бы никакого экспорта нет, никаких там кодов не пишется, ему просто так же удобнее будет визуально посмотреть, чем искать вот на вот этой вот большой диаграмме, что при нажатии на вот эту кнопку, он переходит на экран 2.4.3, да, вот, и, ну, ему удобнее будет потыкать на своем телефоне так же, посмотреть так, а, вот, потом я перехожу вот сюда. Пожалуйста. Что тебе понравился? Мне вот понравился вопрос про невозможность сделать вот парень в футболке в Сочи, да. В Сочи, вниз, пожалуйста, ты надел правильную футболку? Правильную поднялся. Прошлую GDG, да, нельзя сказать. Вот тебе свежая, тоже можно постирать. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Спасибо.